Ну что, господа, еще раз всем здравствуйте. Ну что, Центр компьютерного обучения специалист при МГТУ МНИПАМОНО приветствует вас. Сегодня у нас с вами занятие по математике, название темы тригонометрии, влечения и лилития. Итак, я уж преподаватель сегодня, фамилия моя Буданова, зовут меня Ирина Сергеевна. Вот адрес, контактная информация сейчас на экране. Многие из вас покупали какие-то умные-умные-умные книжки, но даже какие-то решетники, пытались с них самостоятельно разобраться. Но потом ничего в них не понимали, бросали, это неблагодарное дело. Ну давайте посмотрим от образец таких решений. Смотрите, пожалуйста, точка с на экране. Итак, задача с решением стоит от штаба, подобранных IP. Смотрите, пожалуйста, сможете разобраться в этом решении самостоятельно, без нормального знания тригонометрии или нет. Так, смотрим, задача, которая есть, решить уравнение. Да, вроде все понятно, да? Вот, найти корни из промежутка, того же все понятно. Давайте посмотрим, как делать, уважаемый автор. Так, смотрим, имеем дело с дроби, значение дроби равно 0. Ну, абсолютно правильно расписали, что числитель равен 0, разумнатель не равен 0. То есть решение числитель равен 0, разумнатель не равен 0. Пока все понятно. Согласны? Ну, дальше пытаемся решить вот это равнение, находим два множества значений. Ну, будем считать, что это дело знаете, хихи сказать. Ну, это будем еще разбирать. После этого пишут, что с учетом условия, что тангенция х не равен 3 четверти. И одно решение куда-то не пропадает. Как они это делают, почему это делают, без объяснения причин. Сделано абсолютно правильно, но объяснения нет. Если человек не знает, откуда это берется, сам он срок не догадается. Правда? Ну, это понятно, что у ДСЗ понятно. То, что два множества значений получили, это тоже понятно. Ну, почему они оставляют только одно, об этом ни слова. Ну, нужно больше и меньше. Тут немножко другое. Просто смотри, ну, в случае, если космос, если тангенс равен 3 четверти, вот мы выходим на, ну, в общем, одно из этих значений у нас попадет. А именно то значение, которое будет стоять вот в этой четверти. То есть, тангенция х положительная. Ну, в общем, короче, если тангенс 3 четверти и находимся вот в этой четверти, находимся в 3 четверти, то одно значение, а именно там, где Пи плюс Аркос, на 4 пятых, у нас попадет. Другое дело, что вот этого обоснования у них нет. Поэтому непонятно, откуда, в чем дело. Правда? Ну, и больше всего народ захищает следующее положение. Что с помощью числовой окружности отберем корни из отрезка. Вот, опять-таки, как это делается? Чего-то нарисовано, чего-то непонятно. Правда? Ну, поэтому даже интересно, за что это решение задачи, если оформить, как делали Аркос или нет. Так, ну, а теперь погнали на то, что вы должны знать про тригонометры. Так что тригонометры и рисовали. Знаем? То есть, даже если хорошо знать тригонометры, рисуем, рисуем, еще раз рисуем. Ну, помню, что в тригонометре работаем сокровенность единичного радиуса. Помню, что плисо, которое крутится, и по часовой стрелке, против часовой стрелки. Ну, дальше то, что может пригодиться, то, что котик лежит. Такой котик нужно еще раз. Так, у вас есть две функции. Синус, косинус. Функция тангенс и катангенс. Функция коа, синус и коа, тангенс. Это котики. Котик это приятно относится к прилежащему году. Котики всегда лежат. Так, ну, теперь супер основа тригонометрии. То, что действительно можно знать. Так, еще раз, тригонометрия от рисования, потом даже какой-то кривой, кривой кружочек, но мы нарисуем. Ребят, смотрите, даже не рисую специально красиво. Потому что рисуйте на череноке. Как-то кривенько, косинко нарисовали. Главное, чтобы вам было понятно. Хорошо? Итак, две оси в тригонометрии. Ось, которая лежит, вот эта ось. И эта ось косинуса. Ось, которая стоит, это синус. Котик лежит, синус стоит. Так, ну, теперь давайте посмотрим, что такое косинус, что такое синус. Ну, все это отлично знают, правда? Итак, смотрим. Опять-таки работаем с окружностью, единичную радиус. О чем это говорит? Говорит о том, что расстояние от центра окружности, от этой точки, до любой точки окружности, равно чем у единочки. Это помните. Так, ну, точка отсчета в тригонометрии. Вот эта точка. Это ноль градусов, отношин ona радио. Два положения в тригонометрии. В этом направлении идем против часовой стрелки положительно. В этом направлении идем по часовой стрелке. Это отрицательно. То есть опять первым помним, что тригонометрия сегодня такой идеей. Правда? По-часовой. Отрисательно против часовой. Положительно. Теперь давайте отложим угол. Вот какой-то угол отложили. Напомню, угол сюда берется относительно вот этой точки. Отложили угол Альфа. Теперь задача найти его синус, найти его косинус. Давайте вспомним, как это делать. Давайте в центр поставим какую-то точку А. На окружности взяли какую-то точку А. Теперь смотрите, точку А видим, пытаемся определить ее как она. Потом опускаем перпендикуляр. Сюда опускаем перпендеркулер. Сюда. Если бы мы искали просто координаты этой точки, что бы мы получили? Что координаты этой точки были бы какие? Вот x, y, x, y. Но мы говорим, что по оси x – это у нас космос. Мы говорим, что ось y – это ось синус. Потом вот эта координата, которая по оси космоса, это и есть космос нашего V. Вот эта координата по оси синусу, это и есть синус нашего V. То есть смысл – синус и космос – это координаты. То есть тригонометрия. Вместо того, чтобы координаты этой точки будут записаны в виде первая координата – это космос, вторая координата – это синус. Я это помню? Помню. Ребята, все это помню. Все это помню. Правда? Так, ну теперь давайте посмотрим. Пытаемся определить значение наших синусов в космосе в каждой четвертой. Вот где какая четверть? Нужно напомнить? Давайте вспомним, что это у нас первая четверть, это у нас вторая четверть, это у нас третья четверть, это у нас четвертая четверть. Ну давайте возьмем угол первой четверти. Вот мы его взяли. Определяем его синус космоса. Переводим на русский язык, определяем координаты. По оси синусу и оси космоса. По оси космоса – положительная или отрицательная координата. По оси космоса – координата положительная. То есть здесь космос пишем – положительная. По оси синуса – вот наша координата. Положительная или отрицательная. Потом здесь также синус положительный. Идем во вторую четверть. Как всегда, берем какой-то угол. Напомню, угол всегда считаем от нашей точки. Опускаем перпендикулярчики. То есть находим координаты. Смотрим, вот наш синус. Положительный или отрицательный? Положительный. Смотрим наш костинус. Вот эта координата положительного или отрицательного? Для этой точки. По отрицательной. То здесь костинус отрицательный. Ну, теперь пойдем в третий четверт. Какой-то угол отложили. Да, эти зелененькие. Ну, пишем. Хороший зеленкий цвет. Зелененькие отложили. Опять-таки, определяем координаты. Смотрим, косинус, то есть бета оси, положительный или отрицательный конвент. Отрицательный, то есть косинус отрицательный. Синус, вот наш синус, ниже нуля, то есть тоже отрицательный. Так, ну для четвертой четверти пытаемся определять, даже если бы не были. Так, берем какой-то, смотрим синус, будет положительный или отрицательный. Синус у нас отрицательный. Косинус, вот как меняется косинус. То есть косинус положительный. Теперь, если нужно определить значение тангкеза, что такое тангкез? Это синус разделитель на косвитость. Правильно? Мы поэтому смотрим на наши знаки. В нашей четверти первее положительное положительное, плюс на плюс, будет плюс. В этой четверти синус положительный, косвенноengine с отрицательным. Плюс делим на минус, будет минус. То есть черный gibt, что значит тангкез. Берем третью четверть. Минус делим на минус, плюс то ставим на порядке. положительно в этой четверти минус делим на плюс минус то есть вы получили значение катангенса для катангенса напомню что такой катангенса это коснез разлить на синус ну или в нашем курсе лучше бы говорить что это просто единица разлить на тангенса правило хорошего тома с катангенсами в тренометрии не работают хорошо так что почему если у вас будет записано что катангенс какого-то угла альфа равен 4 седьмах то найти тангенс это очень просто просто эту дробь берем переворачиваем получаем тангенс альфа это 7 четвертых но при работе с тангенсом ошибок народ делал гораздо меньше потом еще раз с катангенсом не работаем делаем делаем так разобрались со знаками разобрались так теперь смотрите когда вы идете на экзамен у вас есть так называемый до ближнего угла так давайте их введем так первое что вы должны знать ну вот что функция синус функция тангенс функция катангенс то есть эти функции нечетные переводим на русский язык если у вас стоит знак минус в аргументе его можно вносить то есть если у вас стоит синус минус допустим пятерка вот этот знак минус можно просто внести поставить получить что здесь стоит минус синус пятерка в случае космоса функция космоса только эта функция является четной потом если вы знак минус видите в аргументе мы сколько имеем допустим минус сколько сейчас 41 минута 41 минута вот этот знак минус можем просто взять и стереть и получает гораздо более простой так счетность нечего только одна функция то есть из всех функций кроме космоса знакомь космоса просто знак теряется так ну теперь говорим что в основном мы работаем с углами первой четверти то есть были древние греки которые все эти углы промерли но все координатки перестали то есть угол первой четверти вот когда работаем с углами полезные для nói с юные законерах электрика как из орбвенiana перевести микс должны должны точно знать что оливерх и это норме даже должны знать что bus 180 градусов это пи вот это нужно знать но теперь допустим если у вас стоит угол ну допустим 90 градусов должны перевести ее эти 180-90. А сколько раз получается? В 2 раза меньше. Поэтому соответственно этот угол будет в 2 раза меньше. То есть этот угол будет 5 градусов. Если у вас 180, допустим, поставить угол 5 на 6. Нужно перейти в радиабель. Грэм Пи это сколько в градусах? 180, да? То есть 180 градусов делим на сколько? На 6. Получаем 30 градусов. Вот это должны делать на автомате. Ну что, 45 градусов проверим? То есть 45 градусов как перевести. Так давайте, так 180 градусов это Пи. Сколько 45 градусов? Мы пока не знаем. Пишем букву Х. Ну черточка, черточка, 2 черточки. Получаем пропорции. Мы получаем то, что Х есть 180, делим на 45. Нажим на Пи. Получаем, что это Пи М4. Ребята, очень быстро, потому что считается, что вы все это знаете. Правильно? Знаете. Так, дальше. Основные углы первой четверти. Это то, что нужно знать. Вот опять-таки, идите на экзамене. Вот сидите на экзамене. Голова у вас будет забита чем-то другим. Но вы можете не вспомнить. Основные табличные значения. Вот поэтому давайте вспомним еще как это делается. Смотрим. Углы первой четверти. Ноль градусов. Оно же ноль. Но теперь идем в положительное направление. Вот отложили 90 градусов. То есть отложили вот этот угол 90 градусов. В радианах это сколько? Два раза меньше чем Пи. Так. Меньше чем сто восемь. Поэтому этот угол Пи М4. Теперь говорим, что вот этот угол хорошо делится на сколько частей? На 2 хорошо делится. Если разделим на 2, какой угол получим? Ну, 45 градусов. В радианах это Пи на 4. И говорим еще хорошо на сколько делится. На 3, да? Вот разделили. Получили. То есть 90 делим на 3. Получаем угол. 30 градусов. Вот в радианах это Пи на части. Вот если возьмем 2 раза больше угол получим. 60 градусов. В радианах это Пи на 3. Делаем. Вот и теперь, когда идете на экзамен, забыли табличное значение, всегда можете вспомнить, как это делается при помощи таблицы. Так рисуем такую миленькую, миленькую табличку. Напомню, что делаем только для угол первой четверти. То есть ваша задача просто схватить принцип. Вот делаем таблицу. Напомню, делаем только для угол первой четверти. И только для семнадцати. Потом мы в ход пишем наши углы. То есть здесь стоит 0 градусов. Оно же 0 градусов. Дальше угол, который у нас стоит. Ну, 30 градусов. Он же 5 на 6. Дальше угол, который стоит. 45 градусов. Он же 5 на 4. Дальше угол, который стоит. 60 градусов. Он же 5 на 3. И каким углом закачиваем? 90, он же пиногул. То есть здесь ли это угол пиногул? Итак, основные углы напомним. Теперь начинаем заполнять таблицу для синуса. Пишем. Итак, пишем синус. Итак, что делаем? Тупенько пишем циферки. Как заполняется память? Итак, пишем циферку 0, 1, 2, 3, 4. Это первое действие. Второе действие. В каждую циферку берем по знаку квадратного плана. И третье действие. Все это тупенько делим на 2. Ну, теперь говорим, что это уже на что-то похоже. Ну, давайте посмотрим. Корень из нуля делим на 2. Что получится? То есть здесь стоит просто 0. Дальше корень из единицы делим на 2. То есть здесь стоит просто 1, 2. Ну, корень из 2 на 2. Корень из 3 на 2 оставляем. Дальше стоит корень из 4 делим на 2. Корень из 4 на 2. То есть 2 на 2. Получаем 1. Вот наша основная сочинка для синуса. То есть забыли. Можете сделать по этому принципу. Для того, чтобы получить значение космоса, что делать? Просто то, что цифры, которые записали, переписываем обратно в порядке. То есть сюда пишем ниточку. Сюда пишем корень из 3 на 2. Корень из 2 на 2 оставляется. 1, 2 будет здесь. Здесь будет 0. Так, для космоса просто в зеркальном порядке записали. Теперь давайте получим значение для танец. Как получить значение для танец? Просто берем определение, что это такое. Это синус возлить на космос. Вот и просто ступеньку делим то, что вверху. Синус делим на космос. 0 делим на единичку. Получаем 0. Так, 1, 2 делим на космос 3 на 2. Так, 1, 2 делим на космос 3 на 2. Здесь было слишком много ошибок. Потом разберем. То есть получаем 1, 2 умножить на сколько? На период и 2. То есть здесь стоит 2 на космос 3. Двоечки сократили. Получили единицу на конец 3. Пишем сюда. Так, то есть получили тангенс 30 единиц на корень из 3. Дальше. Тангенс 45. Что это? Число делим само на себя. Вот мы получим единичку. Так, теперь корень из 3 на 2 делим на 0 второго. Получим? Корень из 3. Единичку делим на 0. Что получим? Ничего не получим. То есть тангенс 90 градусов не существует. Потом, когда работаем с функцией тангенс. Первая часть. Ну, задача вторая части. Когда у вас тангенс 1 идет. Обязательно напишем образом. То, что делить на 0 нельзя. Потом там, где космос обращается 0. Тангенс не определен. Минчат защитят как ошибку. Могу это стереть? Так, ну теперь для катангенс. Что дело? Ну, просто берем токинга, переписываем серкальный порядок. То есть здесь катангенс не существует. Здесь корень из 3. Едничка. Единицы на корне из 3. И здесь у нас 0. То есть вот это четко нужно. Еще раз. Пишем основные углы. Первая четверть. Циферки 0, 1, 2, 3, 4. Каждый по знаку квадрата корня. Тут не категор. Очень нужны значения. Только для 70. Так, ну теперь основные формулы, которые вы должны знать. И знать более чем. Вот есть у вас как теоремя Пифагора для крови с синичного радиуса. Она же как называется подробно? Основное тримитерическое творчество. То есть допустим на теореме Пифагора. Согласна? Так что если возьмем, вот у нас будет окружность. Ну если хотите, даже нарисуем. То заговорим о окружности с синичного радиуса. Ну как вот угол альфа есть. Это его синус. Координаты по оси и гриб. Это его космос. Координаты по оси и космос. Этот угол 90 градусов. Окружность с синичного радиуса. Поэтому длина вот этого отрезка сколько у нас? Линичка, да? Ну терем Пифагора. Синус в квадрате. Проскосмос в квадрате. Единец. Напомню, основное тримитерическое творчество. Вот если вам, если у вас стоит один этот жугл, то через эту формулу вы вывести, то есть у вас есть как-то функция, по этой формуле можете вывести все остальные значения. Ну, например, если у вас стоит задача. Вот задача первой части. Допустим, тангенса альфа есть 3 четверти. Известно, что угол альфа, угол, допустим, 3 четверти. У вас задача найти, ну что, берем синус, космос, безжимая. Допустим, задача найти синус. Что мы делаем? Опять-таки, много способов решения есть. Чем меньше знаете формулу, на скидку, тем лучше. Если вы знаете, как их есть. Давайте пишем определение тангенса. Что такое тангенса? Это синус на космос. Согласны? Вот теперь говорим, что у нас идет дело, мы работаем с одним и тем же уголом альфа. Не половинка, не удвоенный, только угол альфа. Потом 100% придется воспользоваться этой формулой. Но здесь стоят везде квадратики. Квадратики. Потом давайте, чтобы себе голову не ломать, чтобы с корнями не иметь дела, давайте здесь тоже возьмем всего квадратика. Можем это сделать. То есть решаем пока символикатную задачу. То есть ищем метангенса, ищем тангенса в квадратики. Так, теперь что нам нужно найти? Это синус, да? Синус. Космос нам не нужен? Не нужен. Поэтому давайте то, что стоит наверху, синус в квадрате, мы оставим. А космос в квадрате по этой формуле можем представить, как осеток в космосе. 1 минус синус в квадрате. Вы представляете? Ну, вы теперь смотрите, что не нужно из травы. То есть вот это нам не нужно. И смотрим, к чему пришли. То есть вместо тангенса альфа, выставляем его значение, что здесь 3 четвертых в квадрате. В квадрате так. То есть будет 3,916. Вот выходим на пропорцию. Синус в квадрате можно найти. То есть из этого соотношения, из этой пропорции, находим синус в квадрате. То есть получаем как-то значение. И теперь, чтобы найти синус, что мы делаем? Берем корень из этого выражения. Согласны? Согласны? Ну а зачем? Так еще раз, что мы ставим ошибку, которую делают. Снимаем корень. У нас это четвертый степень. Потом должны получить два корня. Потом плюс-минус. Разбавить нельзя. То есть в этом месте обычно делают площадку. И теперь, ну в первой части, естественно, у нас ответа плюс-минус быть не может. Потом должны быть как-то значения. А для этого мы смотрим, какая четверть. У нас угол третьей четверти, третьей четверти. Рисуем третьей четверти. Вот наши синус. Вот наши синус. Время это обозначено. Положительный интерцесс. Потом в ответе будем в разночении корня с минусом. Так, теперь то, что вам нужно. То, что не упадет. Итак, дальше. Основные формулы, которые четко нужно знать. Итак, первая формула. Синус, альфа, плюс-минус, бета. Это синус на косинус. Дальше. Какой знак стоит на коверпице? Был плюс, пишем с плюсом. Был с минусом, пишем с минусом. Косинус на синус. Следующая формула. Косинус. Сумма разности. То есть косинус альфа, плюс-минус, бета. Здесь стоит косинус на косинус. Знак меняем на противоположный. Минус. Был плюс, будет минус. Был минус, будет плюс. Синус на синус. То есть вот эти три формулы. То есть основная трагентрическая. Вот эти две формулы являются основными. Все остальные формулы тупо выводятся из них. Что это здесь в минус? Ну смотри, если в этой формуле у тебя остался знак плюс, то в этой формуле у тебя будет стать минус. Если в этой формуле остался знак минус, давай другим цветом поставлю. То есть если был знак минус, вот в этой форме, то здесь был знак минус. То, с которой я вверху, то другое. Например, если вам нужно вывести, вот даже основная формула, которую постоянно, которую необходимо знать, когда будете решать задачу второй части. Итак, то, что касается два нового угла. Если у вас стоит синус 2α, вот опять, как ее вывести в формулу? Что вот эта формула вместо, похожа на это, что такое 2? Это α плюс α. Мы для себя пишем, что это синус α плюс α. Если в эту формулу поставим, вместо β поставим α, выйдем на эту формулу. Но обязательно нужно знать, что синус 2α это 2α. Синус α умножить на космос. Эта формула для космос 2α угла. Часть видится. Теперь то, что касается космос 2α угла. Здесь немножко хуже. Так что здесь сколько формул? 3. Ну, аж 4. Ну, 3, да, я в школе. Вот одна тоже была. Вот как вывести, опять-таки, что такое космос 2α. Вот α плюс α. Потом, если в эту формулу вместо β поставить α, что будет ставить? космос α, космос α. Знак минус синус на синус. Вот, и выходите на формулу. Вот, так, космос α на космос α, что будет? Еще раз. Давай еще раз. То есть космос на космос, будет космос квадрат, да? Потом пишем, что здесь стоит космос квадрат. Какого угла? Альф. Дальше знака β будет минус. Дальше минус. Синус на синус. Синус квадрат. Вот эта форму является основной. Ну, теперь, если будем применять основную тренинг, то есть можем сказать, что синус квадрат, можем заменить, что это единица на космос квадрат. Или второй вариант, что космос отправляется, можем заменить, что это единица на синус квадрат. Ну, если поставим, выйдем на другие формулы, которые будут участвовать в токус синус квадрат. Ну, попробуйте это сделать сами, хорошо? Пока время терять не будет. Понятно? То есть в эту формулу, вместо космос квадрат, можем поставить вот это выражение. Вот, и выйдем на формулу, что здесь у нас будет стать единица минус 2 синус квадрат. Можно сделать наоборот, то есть избавиться от синуса, прийти к космосу и получить формулу, что это 2 космос квадрат, альфа минус 1. То есть формула, скажем так, с полпинка выводится. Согласны? Могу сделать? Так, откуда это берется? Да, посмотрим. Ну, давай. Ну, так, вот давай вот эту формулу берем. Допустим, вот будем космос квадрат. Ну, давай синус квадрат. Ну, что угодно, дай космос квадрат заменить. То есть в эту формулу, вместо космос квадрат, пишем вот это выражение. То есть делаем замену. То есть вместо этой биоги пишем, что стоит единица минус синус квадрат. Записали? То есть напомню, это мы заменили космос квадрат. Дальше смотрим, что у нас там стоит. Минус синус квадрат. И смотрим, что получится. Единичка ставится и минус синус квадрат и минус синус квадрат. Сколько это? Минус 2 синус квадрат. Формула логи. Точно так же могли сделать, если бы заменили синус квадрат. Ну, получили бы, чтобы выставить. Ну, смотри, да? Так, то есть космос квадрат Мы оставляем и отнимаем. Что отнимаем? Единица, ну, мы с космосом в квадрате. Обязательно пишем скобочки, потому что знак минус. То, что знак минус забывает, получает космос в квадрате сокращается, получает, что космос в двенном углу, это всегда минус единица. Очень часто ошибка. Если я так и нравится. Давайте посмотрим, что будет. Космос в квадрате плюс космос в квадрате. Сколько это? Два космос в квадрате. И что осталось? Минус единичка. Формула выведена. Так, ну, теперь смотрите формула. То есть, напомню, мы даем только основные формулы, без которых в квадрате не дают ничего. Ребята, если у вас нужно вывести формулу, допустим, синус альфа на космос бета, вы ее на скидку знаете, нет? Посмотрите, что я делаю. Я вот эти формулы, вот я говорю, что вот эта формула, синус космос, в состав какой формулы? Вот эта. Видите? С вашего решения это пока убираем. И расписываю ее. Одна формула с минусом, другая с минусом. То есть, формулу пишу друг по другу. То есть, я говорю, что у меня синус альфа на космос бета, входит со ста пяти формулами. Минус, поэтому пишу минус, космос на синус. С этим согласен? Теперь смотрите, вот я эти формулы просто беру и тупенько складываю. Это складываю, и это складываю. Смотрите, космос альфа на синус бета. Сократились? Что осталось? Синус альфа на космос бета. И еще такое же. То есть, здесь стоит 2 синус альфа на космос бета. И чего травма? Это синус альфа плюс бета, плюс синус альфа минус бета. Но остается разделить на 1. И получить та же формула. Потому что даже иногда эти формулы гораздо легче узнать, как вывести. Гораздо легче вывести, чем запомнить. Вывод со сплотниками. Если вам нужно произведение косинуса на космос, либо синус на синус, два раза пишите формулу для космоса суммы разности. И там либо вычитаете, либо складываете. На эти формулы вывести. Так, ну теперь давайте посмотрим некоторые задачки. Или дать сразу метод. Да, ну не будет. Все равно в записи будет. Так, ну теперь давайте посмотрим методы, которые вы должны знать для решения задач второй части. Так, первый метод. Ну, как всегда, вы должны уметь решать простейшие, тренинг-дельщики равнение. То есть, равнение типа альфа. Ну, или дать чисел. Допустим, а на синус какой-то лаг x равно какому числу b. То есть, ну здесь может стоять любая тренинг-дельщики функция. То есть, простейшая тренинг-дельщики равнение. Это первый тип. Ну, это второй тип. Вот то, что у вас стоит, если у вас стоит слагаемых. Я для себя пишу. Если у вас стоит 4 слагаемых. Из них 2 положительных, 2 отрицательных. Что записано в данный момент. Ну, так у вас есть какое-то выражение. Вот. То есть, у вас есть какое-то равнение. Вот 4 слагаемых. Из них количество положительных и отрицательных. Число положительных отрицательных западает. То для вас 99% что придется делать через метод разложения. То есть, форма, которая у вас будет стоять, вы ее должны представить в виде подъема. Что одна скобочка умножить на вторую скобочку и все равно. То есть, метод разложения. Ну, 3 года назад почти все задачи были. На этот метод. То есть, метод разложения. То есть, то форма, которая у вас стоит, вы пытаетесь разложить. Получить произведение, которое вам нужно. И дальше каждую скобочку проявляется в нулю и уже с этим работать. так, третий тип. Если у вас стоит уравнение. Алло. Ребят, есть вопросы? Ребят, вопросы есть? Кого есть? Погромче. Говорите, пожалуйста. Так, плюс бета на синус х плюс гаммин. Все это равно. Еще раз видим. То есть, напомню, что квадрат от минус х и синус. Никакой метод. Итак, смотрим на степень, которая стоит. У нас стоит квадратик. У нас стоит какая степень? Первая. Степень отличается во сколько? То есть, когда у вас степень отличается в два раза, сто процентов метод. То есть, выводите квадратное уравнение через метод. Потом пишем, что пусть, допустим, синус х равен t. Для себя правило хорошее в том, что t по модулю уменьшим на 1. Так, и получаете уравнение, что альфа t квадрат плюс бета умножить на t плюс гамма равна 2. Еще раз. То есть, решаете это уравнение. После чего делаете то есть, если у нас степень отличается в два раза. Видим? То есть, у нас тут квадратик вторая степень. Ставит синус в первой степени. То есть, еще раз. Степень смотрим. Вторая степень. И ставит в первую степень. В два раза. Отлично. Потом тип уравнение. Уравнение квадратное. Вводится квадратным через замену. Потом пишем замену. Слово пусть. Синус х заменяем на переменную t и смотрим, чтобы оставить. То есть, здесь, вместо синус в квадрате, чтобы вставить здесь вставить доказать сюда поставили вместо синуса поставили так и получили вот так быстро и на компьютере сделай мне это пожалуйста понятно не потом будет равно запись можете посмотреть ребят понятно еще раз степень отличается два раза через замену но даже не забыть сделать обратно теперь смотрите под тип это уравнение то есть задача 3а если у вас стоит альфа на космос квадрате плюс бета на синус вот это смотрели смотрите по смотрим у вас стоит космос квадрате у вас встают синус первой степени когда решаете такое уровни смотреть на ту функцию которую стоит первый степени как у вас встать его теперь сегодня я не Medienomo а то что ли у вас стоит космос квадрате и место этого выражения по основном можем заменять как заменяем космос квадрате можно описать что это единица минус синус в квадрате. Согласны? И смотрим, придем к корону. То есть альфа умножаем вместо космос в квадрате. Это сделали. Плюс бета умножить на синус. Плюс гамма. Все это равно было. Сделали? Ну, теперь смотрим. Открываем скобочки, то, чтобы ставить. Ну, пишем, да, что в начале коэффициент при старшей степени. То есть ставить минус альфа на синус в квадрате. Плюс бета на синус в квадрате. И будет ставить сумма коэффициентов альфа плюс гамма. И все это равно 0. Согласны? Просто открыли скобочки. Привели подобное. Вот, а теперь смотрим, какой тип равнения. Степень отличается во сколько раз. А почему он взаимодействует? Степень во сколько отличается? В два раза. В этом тип равнения. Через замену сводим квадрат. То есть еще раз. Когда у вас стоят разные функции, смотрите. Которая стоит в первой степени, ее оставляется. Которая стоит в квадрате, ее заменяется. Просто на триконетрическом. Сделали? Так, следующее. Какое у нас там будет? Четвертый? Четвертый. Так, если у вас стоит равнение типа альфа на синус в квадрате, как у кого-то х плюс бета синус х на костность х плюс гамма на костность квадрате и обязательное равновесие. Итак, свободный коэффициент, обязательное равновесие. Тогда уравнение такого типа называется однородное. Вот для вас, если у вас уравнение однородное, то есть еще раз, однородное, когда свободный коэффициент равновесие. Вот вы обязательно будете на что-то делить. И делить вы будете на высшую степень. То есть в нашем случае будем делить на костность квадрате. То есть пишем, что делим на костность квадрате х. Пишем, что отличное 0. Если поставим, что костность равен 0, тогда синус в квадрате не будет равен 0. Успеваете? То есть синус в квадрате не является решением этого равнения. Потом ее смело можем разделять. И это действие считается автоматически. Его объяснять мы не обязаны. Давайте посмотрим, что получилось. Давайте пишем. Пишем это здесь, хорошо? Так, смотришь. Вот нолик видишь? Поэтому поравнение однородное. Если равнение однородное, всегда что называется делим на высший тип. Поэтому в нашем случае, либо можем разделить все на синус в квадрате. Каждый человек делим. либо все разделить на космос квадрате. Посмотри, если ты разделишь на синус квадрате, ты какой принцип получаешь? Катан. А с катанами на синус не работает. Правила хорошего. Потом принято все делить на космос квадрате. Так, пишем, что все делим на космос квадрате. И это делим на космос квадрате. И это делим на космос квадрате. Все делим на космос квадрате. Пока понятно? Да, смотрите, я вот это не стала распить, что здесь стоит космос квадрате. Давайте просто скажем, что такое космос в квадрате. Это космос умножить на космос. Давайте запишем космос умножить на космос. Теперь давайте поработаем вот здесь. Какая степень? Квадратная. То есть здесь квадрат, здесь квадрат. Квадратик можно вынести? Вынесем. Чтобы ставить альфа, там нет квадрата х. Общую степень вынесли. Это понятно? Понятно или более подробно? Так, теперь смотрим. Космос и космос. Можем сократить? Сократили. Что осталось? Бета переписываем. Синус делим на космос. Что получилось? То есть осталось. Но здесь еще приятнее. Здесь осталось. Просто дам. Все равны. Теперь смотрим. Степень отличается во сколько раз? В два раза. Ватом типу равненную. Через замену квадрата. Пока понятно? Могу стирать? Пока. Так, ну более сложные методы оставим потом. Вот есть еще метод задействования вспомогательного. Да. Ну, если у вас стоит такое равнение. Ну, давайте посмотрим однородное. Первый порядок теперь. Если у вас стоит альфа на тенус какого угла х плюс b на космос х равно нулю. То есть такие тоже часто-часто задачи. Смотрим. Свободный коэффициент равненную. В этом уравнение какое? Однородное. Ну, коэффициент степени изъединения. В этом первом порядке. Вот если у вас однородное уравнение, 100% будете делить на высшую тему. В этом на что делаем? На космосе. То есть делим все на космосе. Напомню еще раз. Все делаем. Все-все-все-все. И смотрим, что получится. Здесь будет ставить альфа на что умножать? На талнице х. Здесь будет ставить просто b. И здесь будет равно 0. А это уже простейшая тринь тысяч. Так, ну теперь давайте попробуем решать. Что-нибудь простенькое или простенькое. Супер-супер простенькое, да? Так, у вас есть уравнение 5 синус 2x минус 6 синус 4x Хотя давайте так, синус x минус 5 космос x плюс 3 все равно 0. Так, первая задача решить уравнение. И вторая отобрать корни из промежуточка. В данном случае отрезок от 3p на 2 до 4p. Берем как можно больше. Так, напомню, первая задача решить уравнение. Вторая отобрать корни. Так, да, первое действие. Смотрим на аргументы. Ребят, аргумент видите? 2x видим? Видим. x видим? Видим. x видим? Видим. Так смотрим, что у нас есть 2x. То есть у нас есть двойная рука. Потом ставит формула синуса двойного угла. Так, вспомним, что синус двойного угла. Как можно? Что это 2 синус x на космос x. Можем это сделать? Вот это сделаем. Видите? Это видно? Что вместо синуса двойного угла, выписали эту форму. Давайте посмотрим, что получится. То есть это я стираю, пишу, что вы получили. Еще раз. То, что здесь стоит. 5 умножить давай. Синус x на космос x. Смотрите, пожалуйста, сколько у вас лагаем? А я, вы знаете, что мне захочу сказать. Сколько у вас лагаем? А мне надо? Никому ничего не надо. Никому ничего не надо. Все. Разложение не надо. Все падает. Все падает. Потом, 92. То есть, делается. Делается, каким это? Разложение на мастер. Итак, начинаем комбинировать. Ребят, смотрим вот это, почему. Это первая часть. Это вторая часть. а а у нас в этом году у нас есть у нас есть а еще смотрят вот это что у них общая очень такой как ученик у нас так как у нас в сфере в сфере на костюм свете должны быть не приносит пока членов сколько и вот это в сфере на месте вкусно секс минус 3 все равно Выдели? Ребята, выдели? Теперь посмотрите, пожалуйста, смотрим еще раз на эту скобочку, которую получили. Может быть, отсюда что-то можно вынести, чтобы получить точно так же выражение, которое стоит. Что можно вынести? Двуечку вынесли. Вот так двоечку вынесли. Смотрим, что пишем. Двуечку вынесли. Вот то, что осталось. Согласны? Так, теперь общий множитель у нас есть. То есть, это одинаковая скобочка. Какая стоит одинаковая скобочка? 5 кос на 6 минус 3. То есть, общий множитель есть. Тупенько выносим. То есть, 5 кос на 6 минус 3 вынесли. Что осталось? 2 синус х минус 1. И все это равно 2. То есть, от вот этого страшного равновесия пришли вот к такому. Давайте посмотрим, что стоит. Произведение стоит, видим? Видим. Произведение стоит равно нулю. Видим? Видим. Как решить? То есть, мы говорим, что каждый из меня, чтобы остаться справить нулю. Найти и вкладываем. К счастью, это зависит число. Так. И теперь остается решить этот район. То есть, получаем либо у нас кос у нас х, равен чем у нас. Вот давайте подробно. 5 кос на 6 троечка. В этом случае у нас 2 синус х, чему будет равно 1. Отсюда получаем, что кос у нас х, равен чем у 3 пятых. Здесь получаем, что синус х, равен 1, 2. Получили? Ну, теперь остается решить. То есть, мы свели к простейшему треоматическому параметру. Давайте вспомним, как это делалось. Так, вспомним. Если у нас стоит операция, то есть, когда решаем уравнение? Если у нас стоит операция плюс, обратно операция минус. Стает операция умножения, обратно деление. Стает корень n-ной степени, обратно операция. Узывание n-ной степени. Стает операция f-тепени x, обратно операция. Лог по основанию. Лог по основанию. Стает операция синус, обратно операция косинус, не говоря. Арксинус. Стает косинус, обратно операция. Арксинус и так далее. Ну, там нет, арктамнез и так далее. То есть, правило работает. Другое дело, что прибавляем множество значений и вперёд. Ну, давайте посмотрим. Тригонометрия ещё раз. Что это такое? Это рисование, так? Потом что делать? Рисуем кружочек. Бед. Нарисовали? Нарисовали. Теперь космос. Берём. Где космос равен 3 пятых? Космос. Это стоим или лежим? Стоим или лежим? Лежим. Лежим. Потом берём полоси космоса. То есть, напомню, здесь у нас нулик. А кружится ещё раз здесь. Едничка. 3 пятых где будет? Ну, где-то вот здесь. То есть, где-то вот здесь будет расположено 3 пятых. Согласны? Между нерам и еничками. Теперь через вот эту линию, которую получили, проводим прямую до перечения с нашей окружности. Проверим. Теперь что делаем? Рисуем наше голову. То есть, мы получили, что вот этот угол и его космос равенчему. 3 пятых. Мы так строили. Либо вот этот угол и его космос тоже равенчему. 3 пятых. Пока терпим. Дальше. Когда работаешь со второй части, у вас есть правило симметрии. Что если у вас углы симметричны относительно оси Х? То есть, симметрия относительно оси, которая лежит. Если верхний угол альфа, то нижний отличается только знаком. То есть, нижний будет минус 1. Ещё раз. То есть, если ваши углы симметричны относительно оси, которые лежат, они отличаются только знаком. То есть, один положительный, другой отрицательный. В случае, если углы симметричны относительно оси У, то есть, вот такой, допустим, угол и вот такой. Видите? Они симметричны относительно оси У. Ребята, видите? Если вот этот угол альфа, то вот этот угол в сумме даёт пи. Этот угол, пи минус альфа. На русский язык перевести. Вот смотрите. Вот этот уголочек, видите, синенький. И вот этот уголочек, они одинаковы. Согласны? То есть, если вот этот уголочек альфа, вот этот сколько будет? Тоже альфа. Согласны? Теперь посмотрите, пожалуйста. Вот синенький уголочек альфа. А угол, который нужно найти, вот я рисую зелёненьким. Посмотрите. Вот этот зелёненький и вот этот синенький сумме сколько даёт? Развернутый угол даёт пи. То есть, мы говорим, что наш угол альфа и угол, который мы ещё обозначим за х, сумме даёт пи. Потом как найти х? от пи отнимаем угол, который мы знаем. То есть, еще раз, то есть вот этот угол альфа и этот угол пи минус альфа. Есть у вас симметрия относительно си, которая стоит. Это понятно? Запомнили? Вот это четко нужно знать. Теперь давайте посмотрим, что, как всегда, когда мы идем по, ну скажи немножко, вашим школьным тригонометрам, немножко закрываем на просто нормальный тригонометр, то сделаем так, чтобы задача просто решилась. Хорошо? Досмотрим. Ребята, еще раз. Если у нас стоит такое уравнение, обратная операция для космоса. Какая? Аркосмос. Вот этот угол, угол первой частицы, который мы получили, и это есть. Аркосмос трех метров. То есть для нас мы работаем только, если у нас стоит положительный аргумент. Аркосмос. Хорошо? То есть с отрицательными аргументами для арков мы не работаем. Кстати, слово арк. Вот синус и космос — это кардинер, а арки тут. Аркосмос, аркосмос — это что-то. Слово четырех метров. Это угол. Вот арки — это угол. Синус и космос — это кардинер. Вы смотрите, то, что здесь написано, у нас записано аркосмос, трех метров. Переводим на русский, что это угол. Это угол такой, что его космос, трех метров. Теперь посмотрите, пожалуйста, зеленый уголочек у нас стоит. А как найти красный? Чем это? Симметрия относительно к кокосе, который лежит. Который лежит. То есть симметрия относительно к кокосе. Потом чем отличается? Только знаками. Потом есть и верхний угол. Аркосмос. Нижний угол такой же, только с минусом. Теперь говорим, что функция является, как арк космос, трех пятых. Теперь говорим, что у нас функция является периодичной. Вот смотрите, вот эту зелененькую точку видите на кокосмос? Вот смотрите, что я сделала. Я сделала полный оборот. Прибавила два пир. Пришла в эту точку. Ребята, в эту точку пришла, в эту точку. А у нее сильная скорость у нас такие же. Согласны? Потом смело могу записать, что угол, который был, что это у нас совпадает. То есть мы на первую. Где N количества оборотов. Потом обязательно пишем, что M это целочек. Так, нижнюю точку видим? Здесь опять-таки к ней перебавим полный оборот. Придем в эту же самую точку. Так? Потом множество этих углов будет. То, что написано, плюс 2P. Потом вот вышли на решение наших равных. Угол, который искали. Какая здесь буквально? Потом пишем угол, который искали. Угол X. Либо это R космос, трех пяток, плюс полный период. Либо это минус R космос, плюс полный период. И обязательно пишем, что P это целый. Вот вышли на решение. Иногда записывать плюс-минус R космос. Так, понятно? Так, ну теперь выходим на решение второго. Опять-таки, триднометры это что? Потом рисуем крыжочек. Нарисовали. Теперь у нас синус. Потом берем полоси. Всем нравится крыжочек. Полоси, которая стоит или нет? Стоит. Смотрим. Здесь у нас нолик. Здесь у нас синячка. Одна, вторая где? Ровно посередке. Нарисовали. То есть прямую линию продолжили. До перечения. Взяли точки на кровности. Получили первого. Получили второго. По определению, этот угол, как называется? Обратная операция для санкций. Арксинус. Вот то, что получили, обязательно угол первой четверти. Это есть. Арксинус. Наша 1, вторая. Так, ну теперь вот так вот крепко офисали. Говорим, что Арксинус 1, вторая. Вроде у нас 1, вторая в таблице была. Был у нас синус 1, вторая. Какому углу соответствует? Знаешь, давай я просто скажу, вот, уберем, скажу. Вот смотри, мы говорим, что у нас синус равен 1, вторая. Видишь? Теперь смотри, вот я вниз рисую такой же. Получил? Смотри треугольник, который я получил. Это единичка, это единичка, это единичка. Потом какой треугольник? Так, то есть еще раз, мы нашли угол, в которую сила с равен 1, вторая. Согласен? Продолжим. То есть все единички, поэтому это только сколько? Ну если все углы одинаковые, то все углы поскопируются. Так, ну сумма углов 180, да? Вот углы каких-то причин, и 7, одинаковые. Приглы одинаковые. 180 на 1, 60 грамм. То есть вот этот угол 60, а угол, который мы берем, гораздо меньше. То есть синус 37, это 2, вторая. То, что мы могли так же сделать, вывести его космосу, 60. Могли сделать для всех сракопитив. То есть углы в 1. Так, ну давайте вспоминаем, что синус 1, вторая, то ему соответствует какой угол? И на 6. То есть углы 45 градусов. Помню? То есть табличное значение. Дальше говорим. Пишу 30 градусов. Так, теперь говорим, что пи на 6, он же 30 градусов. Теперь что прибавляем? То есть прибавляем полный период. Прибавляем до 1. Вот поэтому выходим на вот это значение, получаем, что это пи на 6 плюс 2 пи, обязательно, что n на целом числа. Теперь должны вот этот угол числа. Симметрия относительно какой-то. Потом сумма дает пи. Потом, если вот этот угол пи на 6, это угол сколько? Пи минус пи на 6. Это сколько? Пи минус пи на 6. 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 Обязательно, что n это целое число. Ну вот и один балл возраст в кармане. Кому-то через минус единицы степенька. Тотарест? Да, это понятно. Минус единицы степенька. Парксинус. Ну, понятно. То есть один балл у вас уже в кармане. Теперь должны набрать максимальное количество баллов. Потом теперь выходим на отбор кармана. Как делать отбор? Кто-то знает? Ребят, как делать отбор? Кто-то подозревает? Итак, смотрите. У вас есть целые 4 способа, как это делать. Вы можете это делать при помощи трикминерического круга. Кто работает с кругом? Молодец. Ну вот если не знаете, как это делать при помощи круга, у вас еще есть 3 запасных способа. Первое, через двойное неравенство. Проблем. То есть если у вас стоит вот такие, ну скажем, что простые углы, если стоит не арки, можно сделать при помощи двойного неравенства. Так, допустим, мы говорим, так смысл, так, что мы делаем. Наша X должен найти промежуток в отрезок вот трепинатом до 4. Потом пишем вот такой славы двойное неравенство. С этим согласны? Мы просто записали вот условия, которые есть. Готовите это? Просто записали условия. Теперь берем отбор для этого, допустим, красного значения. Так, вместо X пишем то, что у нас стоит. П на 6 плюс 2,5. Помним, что N это целая часть. То есть вместо X поставлен N. Вот это значение. Понятно? Слипся, то есть 3,5 надо, здесь у нас 4,5. Теперь смысл того, что мы делаем. Мы должны найти все целые N, которые являются решением и там неравенство. И поставим во мнение. Ну, то есть, получим все равно и поставим, не стенд, поставим зашим, как и право. Мы должны это делать. Так, ну, дайте посмотрим. У нас стоит все умноженное N, P. Вот N, P можем сказать. Так, что делать? Делаем N, P. Это уходит, это уходит, это уходит, это уходит. То есть здесь получается 1,6. Дальше вопрос. Кто-то с дробями любит меня делать или нет? Не любит. Вот если приводили к общим 18, что получается? 1,6. Вот, посмотрим. Это делаем на черновике. Тупенько все, умножаем на шестерочку. Все получится. 1,2 умножаем на 6. Угадаем. Пока. 1,8. Просто умножаем. 1,6 умножаем. 1,6 умножаем на шестерочку. 2,2 умножаем на шестерочку. 12,7. И 4 умножаем на шестерочку. Теперь, а чего избавляем? Вот и нички. Пусть снимаем в секунду. Будет стоять. Серегкинг, 12,7. Так, 9, минус 1. 8. 24, минус 1. 12,3. Так, и теперь, напомню, это дело в машинке. То есть вот это должно быть записано. После этого на школе. Теперь должны получить первое. Потом что делаем? Делимся в 12. Что положительно, имеем право сделать. Смотрим, что положительно. Здесь будет стоять. 8 в 12. Здесь будет стоять. 23 в 12. Какие-то числа влезли. Давайте просто прикинем. Действительно, сколько-то. Действительно, сколько-то. Действительно, 0 в чем-то. Да? 23 в чем-то. Сколько-то. Чуть-чуть не, все равно так дочкой. То есть, я не знаю, с чем-то. Какие-то целые числа попали. Давайте посмотрим, так? Так, смотрим. То, что у нас стоит. Здесь у нас стоит 0,4. Здесь, так, 0. Здесь у нас стоит 3,4. Здесь у нас стоит 0. Промежуток, который у нас есть. Так. Просто все целые числа, которые у нас есть. Смотрим. Здесь у нас стоит 8 в 12. Где же положено? Вот здесь. 23 в 12. Чуть больше нечего. Где же положено? Вот здесь. Какое-то число попало? 1. То есть, получили, вышли на единственное решение, которое у нас устраивает. То есть вышли, что M равно 1. Пока понятно? То есть, на чистойке у вас будет вот эта строчка. И вот это. А второму. Чисто не желать. Понятно? Только... Ну, ты знаешь, считается, что выстребляет неправильно работать. Ну, если запишите, опять спешите к нему, уже не будет. Так, пока понятно. Итак, смысл-то, что вы получили. Мы получили, что только одно целое нам подходит. Мы говорим, что X отбирали. Для какого множества значений? Отбирали X для какого множества значений? Вот для этого красника. Видимо так. И теперь получили, что N работает, потом что делать? Вместо N поставим 1. Что получается? 12. 3. 4. Плюс, вместо N 1. Потом сколько проблем? 2. Не забудем, под общей 12. Что получилось? 13. 12. Так вот. Согласно? Согласно? Плюс 12. Вместо N пойдет сюда 6. Видно так. Получили? Ну, теперь точно таким же макаром. Пробуем набрать корни. Для 5, 5, 6. Возьмопей. Ну, это довольно просто. Ребят, теперь смотрим. То, что мы сделали через 2 ноги. Это способ понятия? Более-менее понятен? Ребят, понятно нет? Ну, теперь пойдем. Ну, просто помню, что мы там все верили на пей, сводили хорошие, красивенькие цифры. Если у вас дают арки, вот здесь народ начинает дрожать. Но дрожил, и что за ним делать, не знаю. Погнали, давайте. У вас есть еще 2 способа, как можно сделать отбор к ней. Первый способ. Тупой. Второй способ. Еще тупее. Такой будем? Тупой. Итак, первый. Просто тупого отбора. Мы берем, допустим, множество значений. Когда X есть, аркосмос в 3-х пятых. Плюс в 1-х. Так, теперь, если работать по той схеме, которую мы вдавали, то есть, когда выходит в 1-х четверти, для себя любой арк берете, ну, за пена 4. Еще раз. Для себя есть работать по той схеме, которую дают вот любой арк, космос, синус, танкос, катанкос. Берете за пена 4. Вам это приезжать более, чем настоящий. Понятно? То для себя, ну, делать это естественно, значит, если вы прикидываете. Теперь берете, что будет, если возьмете, что M, равномерно. Какой угол получите? Получите, что X будет равен? Аркосмос. В 3-х пятых. Для себя, начиневики, сколько это? Любой арк, берем на сколько? Любой арк, на сколько берем примерно? За пена 4. Помню. То есть, здесь стоит примерно пена 4. Пена 4 в этот отрезок попало ли это? Не попало. Гораздо меньше. Потом пишем, что он не принадлежит пена отрезка. Естественно, вот это пена 4, держите в главе. Делать это, значит, начинайте. Дальше. Мы не попали, то есть мы еще не дошли. Потом что начинаешь? Наращивайте, начинайте. Следующее число, которое можно подойти. Сколько у нас? Веденечка. Поставим веденечку, чтобы оставить. Будет ставить арк космос. В 3-х пятых. Плюс сколько? Вместо N пишем веденечку. Вместо 2 пена. Вашли или вешли? Ну, для себя приблизительно сколько добавить? Вашли. Видно? То есть пишем, что это принадлежит. Отверточку. Дальше. Может быть еще какое-то число найдет. Пишем N равно 2. Тогда какое их получим? Будет ставить арк космос. В 3-х пятых. Плюс сколько? Сколько пена? Вместо N 4 пена. Вышли или нет? У нас можно 4 пена и еще 5 на 4 пена. Видно? То есть мы вышли, задаваясь поможет. Потом пишем, что не пешим. Дальше не пешим. Что при пене 4 пена? Ты знаешь, ты должен выйти на как-то четверть. Но когда ты делаешь, когда ты такой задач, когда задач таком типа, ты должен определить, как у четверть подачи. И для того, чтобы хуже бери пена, хуже бери вот любую углу первой четверти, с которым тебе удобнее работать, хуже бери и на 6, хуже бери пена. Но удобнее с N 4. В N 4 легче перевести. Потом N 4. Пока понятно? Тебя точно понятно? Если там будет какой-нибудь, знаете, все будет переписано. Нет, это не очень любит на университет. Ну почему? Ты сразу выйдешь примерно, какое число должно получать. То число, которое у тебя будет стоять, и перевести. В этом разделе с надо, получится то число, которое... И N у тебя будет где-то порядка 250. Это как раз решаем. Так, следующий, самый дросткий способ показать. Так, напомню, это был способ тупой, сейчас будет еще тупее. Так, назовем метр по-мастерам. Так что мы делаем? Просто рисуем наше число вось. И обязательно, ребят, просто аккуратность. Обязательно на одинаково ставим друг от друга. Там через две, через три пляжки, как вот он мне, начинается нарезать отрезки. Еще раз обязательно на одинаково ставим. Начинается нарезать отрезки. Пока, понятно? Ну теперь говорим, что у нас положительно, направо не так. Потом здесь пишу, допустим, норок. Здесь пишу. Здесь пишу. Вот, и здесь пишу три пляжки. Здесь пишу четыре пляжки. Через половину кпляжу под два. Здесь пинок. Три пляжок. Пять пляжки надо. Не обязательно так делаться. Как вам удобнее так делаться? Пока понятно, что я делаю. В общем, смотрите, точки, которые у вас лежат на окружности, у вас на окружности как лежат точки. То есть у вас лежат ноль. Здесь у вас лежат пинок. Здесь у вас лежат три. Три пинок. Дальше будет лежать два пляжки. Дальше будет лежать. И так далее. Мы просто, вот, вы все, что, как гуляем по окружности, вы просто нарисовали это на прямой. Сделаем так. докупил и самогласно найти нашу опорную точку смотрим отбираем допустим для на корпус он говорит что в космосе был приблизительно поскольку 1 4 9 . между нулем с углом 1 4 потом пишет что . то есть соответствующим паркосмос 5 здесь значение опорная точка здесь значение . пока терпим так вот так опорная точка то есть когда тебе значение что получаешь паркосмос трех пятых мы берем любой парк берем то сколько иначе потом где это . между нулем и пеналом вот эту точку мы это нарисовали написали что . если здесь понятно так ребят теперь смотрите что мы наносим мы наносим границы наше то что у нас от 3 пеналов нарисовать до 4 то есть мы берем только те точки которые попадут вот в эту полу так теперь смотрите опорную точку мы нашли теперь смотрим период который стоит ребят период как мы стоим теперь смотрите берете линеечку там берете там чего-то по клеточкам считаете и вот расстояние от 0 до 2 пи вы измеряете вы измерили сколько у вас полный период понимаете и на этот период вы точку начинаете перемещать то что стать периодом чего стать периодом 2 пи потом точку которую получили вы будете каждый раз перемещать на потом измеряем сколько это будет от 0 до 2 пи измерим 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 и что делается один раз переместили промежуток попали попали вот наши полоса попали вот наша точка как частично совсем попали точка вошла промежуток сколько раз так делали один раз шли в каком направлении положительном 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 то здесь n равновесие то что мы получили вот этот угол вот точка соответствует в каком значении аркоснез трех пятых плюс 2 пи плюс 2 пи вот то что вы получили понятно теперь смотрим может быть еще какая-то точка попала давайте еще раз вот точку которую вы получили вот опять от 0 до 2 измерили и еще раз прибавляем такое состояние вот еще 2 пи прибавили вышли от границы потом дальше не имеет смысла делать переборку то здесь равно n 2 уже не попало теперь давайте то же самое делаем вот минус аркоснеза трех пятых мы что-то потеряли да вот давайте возьмем эту точку то есть делаем теперь отбор корней для этого множества аркосность трех пятых это сколько 1 4 тогда минус аркосность трех пятых сколько там минус минус 4 1 то есть рисуем что это точка соответствует минус аркосность трех пятых понятно хотите пинар шест дальше смотрим берем линейку измеряем расстояние точку которую получили видите эту точку и начинаем перемещать на это расстояние видим еще раз ну просто то должность мерить сколько 2 пи а сколько 2 пи 0 до 2 пи вот длина 2 отрезка понятно так теперь смотрим точку которую получили пусть эта точка минус откосность трех пятых здесь n равна так это не вошла прибавили вошли промежуток сколько сделали один раз и что делаем еще проверяем может быть еще что-то войдет потом опять таки что делаем опять таки от 0 до 2 измерили точку переключаем на этом расстояние попало здесь n будет раночок и так смотрим корни которые попали то что у нас было стоять минус коров косинус то есть это у нас попало точка трех пятых плюс 2 пи умножаем на минус плюс 2 пи это вот эта точка и для этой точки получаем что-то минус аркосинус трех пятых здесь будет стоять сколько пи 4 пи то есть для вот этого множества значений получили раз в ответ на ответ когда делали для аркосинус трех пятых там был только один точно так же могли если бы оставили там личные точки то есть это способ самый-самый дратский который только угодно что аккуратно обязательно так ну теперь давайте посмотрим что делать если у нас стоит допустим костный секс или бы себе или стоит положительный аргумент народ еще решает как только как только значение у вас будет отрицательным сразу ручки нужно опять начинает отрицательным хорошо вот если мы будем делать вот там алгоритм которые положили давайте посмотрим как будет решать право нити первого синус икс ну берем допустим сколько минус 0 30 ну второе уравнение которое будем делать берем где космос отрицательным с космом допустим там 4x будет равен минус чем назовите 2 7 допустим потом смотрите еще раз плюсом когда положительное значение народ решает как минус очень много вот посмотрите что мы делаем мы пара к пока праздновать минус пока забыли прошу это счастье праздновать минус пока забывали решаем уравнение помогать где синус отрицательного центра по оси синус 0 3 отложим линию провели один угол получили по определение угол первой четверти которую получили как он называется ну синус 0 3 после этого арксинус 0 целых 30 тогда симметричный относительно асимметричный угол сколько будет в сумме дает сколько и потом угол если симметрия относительно y в сумме дает потом вот этот он сколько пи минус арксинус 0 целых 30 понятно теперь говорим функция какая периодически вот прибавляем полный период для синуса космоса пока помню так то с для синуса космоса сюда добавляем n в количестве целых опротов пока понятно теперь смотрите что я делаю теперь вспоминаю что вообще-то у меня осталось нахминусе потом дело такое же пусть минус 0 целых 30 нарисовал вот наш красный угол вот их синус равны смотрите пожалуйста зеленый околочек красный симметричный относительно какой который стоит потом чем отвечать только знак потом есть верхний угол арксинус нижний минус управание принципе теперь смотрите вот этот зеленый зеленый камешк puedo этот красный ответ shooter от ошибок почувствовать только 2 так 온 пирсم отluстия когда работным на золотые только приотворяться вот этот вот так это только вот этот только все остальное только здесь то есть угол который стоит внизу это пи плюс такси но салфин и тем число понятно вот а теперь уже можете свести еще раз с отрицательными аргументами в арках не работа в этой схеме так еще раз семейки семейки относительно оси которые же отличается только знаков относительно оси который стоит если этот угол альфа этот угол пи так ну давайте поработаем с этим на космосе так опять таки задачу которую пока задачу подменяем работаем там где у нас космос решаем правнение где у нас космос правильно по оси космоса две синими здесь у нас 0 здесь изначально если мы будем метод оба теперь или нет то причем наша процент получили один лучшим первого угол первой четверти он теряется на так как раз так то что получили по космосу нижний угол чем отличается когда лежит только знак потом нижний минус аркоскут вольф он за периодически подключил препарат по полу если у нас есть секунд сглопе я там не скат так теперь говорим что вообще то нашел этот минус вот и теперь находим паскоса паспорт здесь получили наши поспорочек но пока не было теперь посмотрите пожалуйста смотрят то что у нас так вот это красного вида красный и зеленый симметрия относительно какой-то который стоит ли который лежит потом сумма дает потом есть этот угол каркосницы этот угол теперь угол который получили вот это зелененький видом и вот угол который статус имеет ли относительно качества относительно как то есть который вот училась только знак вот вот так вот это знак перед вот это потом внизу получил и плюс 2 седьмых Вышли, решили нашу правду. Понятно? Ну, для тангесов нужно на пользу поделать. Там есть просто, если у вас стоит, если симус, то там знак минус можете поставить, просто перезначим его. Передаж там.